как всегда позвонил мне андрей васильевич говорит лёха есть танк позвонил наш знакомый подписчик и говорит ребята не обещаю танк но есть подозрение что наверное гономар сейчас мы приступаем к тому чтобы обследовать вот эту территорию камыш это была река деревья стоят это дамба еще с царских времен и когда тут отступала четыре немецких танка три прошло один остался лёха ходит в первую часть дабы прошел видим что в центральной части есть какие-то протяженные аномалии приветствую зрителей подписчиков нашего канала как всегда позвонил мне андрей васильевич говорит лёха есть танк едем за танком мы с андреем васильевича на нашем бтр и часто всех подробностях расскажет андрей не совсем так только лёха просто вот уже у него темы просто наш лёха собрался жениться я еду его показывать и все намного проще позвонил наш знакомый подписчики говорит ребята не обещаю танк но есть подозрение что наверное гономах как говорит бронетранспортер какой не знаю точно говорит в селе было болото уходил и где-то там сил но сейчас как раз черкасской области вот на дамбе едем в сторону черкасс болото сейчас высохла не лодку ничего не надо кроме резиновых сапог мы взяли для легких потому что будет он ходить по полям тостать трассы а я как обычно буду руководить с машины сверху вот такая моя должность вот но дело даже не в этом через два дня новый год ребят 29 число сегодня я как бы снега не наблюдаю льда там частями какое-то плавает просто всех вас еще раз поздравляю с наступающим желаю вам всех благ здоровья радости что закончилась это хрена тень которая творится на земном шаре я думаю мы приложим к этому усилия потому что я думаю что все это по половине 300 процентов вот но сейчас мы заберем нашего подписчика выйдем с ним на место переоденемся и начнем там пробить поэтому смотрим не переключаемся ждем результата нам самим интересно так что друзья сейчас мы приступаем к тому чтобы обследовать вот эту территорию и сейчас вам подробно расскажет кто куда и куда отступал а моя задача спуститься и соответственно потоптать как всегда камыши и что-то сказать я погнал давай 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 ребят вот вы видите вдалеке черное поле это границы а вот это все камыш и вон опять черное поле и зеленое поле камыш это была река даже одно время она была судоходная вот это вот и деревья стоят вот вот первое второе третье это дамба еще с царских времен и когда тут отступала 4 немецких танка они пошли не по дамбе где-то сбоку либо с той стороны либо там вот между деревьями 3 прошло один остался и после войны ребята еще дети которые баловались видели а потом сел затянуло вот сейчас лёша пошел в кусты он пройдет с одной и второй стороны дамбы посмотрит присутствует ли где аномалия и скажет на пока он ходит ветер отвратительные сыра дождь целый день шел туман стоит как вы видите ну что делать лёша в путь а мы пока дурака поваляем лёха ходит по машей ручкой лёха ходит первую часть дамбы прошел оказывается там посредине вода идет стримки ручей течет перейти нельзя начал тонуть пошел дальше по второй стороне может где-то сигнал зацепит ну смотрим ждем что будет дальше вот в кустах показался алексей видать замучился дружище столько и сходить видите территорию она кажется что все тут ничего это попробуйте положить по камышу в общем хватило сил только сил только на 4 профиля больше не могу честное слово очень тяжело ходить весь мокрый смотри он полностью невозможно ходить особенно если когда идешь против шерсти невозможно да она летит и на одном месте топчется очень смотрим на результаты магнитной съемки счастью расскажу все узнать смотрим не переключаемся друзья давайте посмотрим на магнитную карту данного участка пройденные треки я уже загрузил в google карту давайте посмотрим на них я прошел всего лишь четыре профиля на больше у меня не хватило сил очень тяжело ходить и топтать камыш но вдоль дамбы с одной и второй стороны я сделал по два профиля этого будет достаточно для того чтобы понять есть объект или нету вот сама дамба давайте сейчас загрузим магнитную карту вот наша магнитная карта было бы идеально межпрофильное расстояние чуть уменьшить для того чтобы получить идеальную магнитную карту но нам этого будет достаточно видим что в центральной части есть какие-то незначительные протяженные аномалии давайте сейчас посмотрим на их амплитудное значение для этого открываем программу серфер загружаем нашу магнитную карту разворачиваем видим что есть какие-то вот аномалии у нас ну амплитудное значение всего лишь где-то 70 80 нано тестом то есть это вполне возможно когда я переходил через камыш датчик чуть ближе подносил к аккумулятору потому есть вот такие тут аномалии магнитные но это аномалии сто процентов не от танка потому с полной уверенностью могу сказать что на данном обследуем участке там где мы прошли объекта нету возможно он находится не близко возле дамбы как нам рассказывали но для этих целей мы в будущем построим вездеход обязательно вернемся на этот участок вы тоже в комментариях пишите стоит ли возвращаться чтобы более детально обследовать это полностью все болото но мы продолжаем искать и останавливаться на этом не собираемся потому рано или поздно мы обязательно найдем наш танк кому понравилось видео ставим палец вверх кому нет вы знаете что делать обязательно комментируем видео всем пока а а